сегодня я буду изобретать либо пытаться создать оснастку для ловли технопланктона со дна вот я неоднократно наблюдал за поведением рыбы на водоемах и смотрел принципе как ведет себя толстолоб при клеве сверху как у людей происходят сходы при подсечках со дна почему идет поклевка и не засекается вот я сейчас попытаюсь в этом видео изложить кратенько вам предметную часть вот и показать монтаж который на выходе будет работать и который вы сможете в конечном итоге повторить что нам для этого понадобится крышечка вот обычная крышечка которая идет с молока либо с кефира эпоксидный клей спица грузик пенопласт ну и само собой дальше уже будем цеплять круче крючки также понадобится сверло вот оно у нас виде шуруповерта потом покажу зачем и вот такое вот приспособление думаю всем оно хорошо знакомо это шила старая добрая обычная шила и так приступим с чего начнем то есть какова идея этого всего концепта вот у нас есть бочонок технопланктона вот у нас есть крышечка конечном итоге должно получиться что технопланктон вот и при забросе нужно заставить этот технопланктон становиться на дно ровно то бишь вот так для того чтобы это имело место быть нам понадобится грузик вот он либо второй вариант мы можем утяжелить эту крышечку саму по себе вот я выбрал вариант с грузиком на самом деле я сделаю два монтажа видео я вам покажу один но я думаю что разницу вы сами сможете спокойно проверить и сделать как пожелаете да то есть я сделаю чтобы у нас было вот так было вот так да то есть у нас это будет грузик это будет сама оснастка вот так он будет стоять то есть я постараюсь сделать максимально приближенным ко дну в чем плюс грузика вот именно такого сценария в том что если дно и листая он будет себе застревать вил крышечка она будет как раз находиться сверху если дно песчаное грузик будет ложиться на дно вот крышечка у нас план тоном будет здесь вы спросите а как же сделать так чтобы эта крышечка находилась ровно они вот так вот так или еще вот как вот для этого на завершение всего прочего нам понадобится кусок пенопласта конечном итоге он будет находиться у нас сверху над планктоном и при помощи этого у нас постоянно вот эту часть будет тянуть вверх дальше я вам покажу как это будет выглядеть уже в собранном виде сейчас моя задача будет провести спицу сюда до чтобы у нас появился фиксатор непосредственно для наживления планктона это не обязательно может быть спица это может быть даже нитка обычная нитка да то есть которая будет проходить через всю снасть и в конечном итоге держать его посредине но с ниткой честно говоря немножко много мороки в плане постоянного насаживания бочонка со спицей все-таки проще открутил вот что порог посадил на него планктон закрутил все можно чисто тереть но не теоретически а практически сделать защелку классическую но не хочу потому что как по мне то есть меньше намного шансов зацепа и будет гораздо проще управляться спинопласта дальше покажу вы поймете о чем речь идет ну что же приступим приступим собирать монтировать смотрите дальше первое отрезал спицу сейчас он закруточку чтобы она нигде не потерялась так есть заготовка номер один смотрите по касательно длины да то есть как выбирайте длину такую чтобы у вас бочонок технопланктона занимал где-то примерно 70 процентов от длины самой спицы остаток скушает крышечка ее высота остаток скушает пенопласт который вес сверху поцепите и оставьте место для палочки для того чтобы у вас нас не путалась при забросе готовом виде я вам все это покажу вы поймете зачем это делается да то есть но померяете здесь где-то 10 сантиметров вот тут длина спицы вот теперь что делаем дальше если есть подручные средства там виде наждака формочка для того чтобы сделать вот такой круглый свинец на форму этой крышки это вам очень сильно упростить задачу у меня такого нету но у меня был наборчик с грузилами которыми я в принципе не скажем так не пользовался на они маленькие ними не пригодились еще ни разу что я сейчас делаю я сейчас всех сцеплю обратно формочку налью на низ эпоксидного клея засыплю это все дело свинцом залью эпоксидным клеем и оставлю его сохнуть полностью пока но не будет скажем так формы которая твердая скажем так форма до которая уже будет держать массу вот и процессе перед тем как заливать я конечно же вставлю сюда спицу то есть меня уже по сути будет вот такая вот заготовка делаем и смотрим дальше так мы замешали эпоксидный клей сохнет это дело правда очень долго для полного высыхания нам понадобится 16 часов вот но не критично как раз до завтра все будет готово я хочу завтра пойти попробовать его испытать на водоеме показать вам как он себя будет вести непосредственно в воде берем крышечку берем соответственно наш заготовленный кусочек спицы и будем сейчас его заливать аккуратненько так эпоксидный клей так замажем хорошенечко все замажем теперь засыпаем сюда слоями наши свинцовые шарики ну и соответственно заливаем это все дело эпоксидной на самом деле не принципиально чтобы это было эпоксидка можете использовать клей другой например там резиновый перемешки со свинцовой стружкой получите тот же результат просто эпоксидка на если уже застыла то она застыла она будет твердая непробиваемая не ломающаяся общем идеальная поэтому я выбрал ее из практики то есть с него даже ремонт спиннинга будет наилучшим вариантом так есть и досыпаем наши шарики ну кто страдает перфекционизмом вы можете его там вы вырезать чтобы у вас было вообще там идеальная поверхность идеальная пропорция по шарикам вот либо вообще кусок свинца либо все что пожелаете хоть кусочки железа вот я париться насчет этого не буду мне главное создать вес и зафиксировать нашу формочку все больше никаких скрытых целей в этом процессе нет и так оставляем это дело сохнуть как я говорил понадобится на полное высыхание 16 часов то бишь это процесс закончен мы уже завтра вот и дальше будем смотреть как наша снасть преобразуется так есть пока что я его не обрезаю получилось у нас вот так здесь идет колечко ну теперь нам это дело нужно хорошенько пресса бачи чтобы она держалась и никуда не делась для этого мы используем старый добрый супер клей так можно сделать чтобы ты держалась и держится и так сода супер клей кто знает для чего нужна сода ну кто не знает поделюсь секретом из химии если смешать соду супер клеем получается супер клей который держит на несколько порядков крепче дольше и надежно другими словами вы его не оторвете уже ничем для этого нам всего лишь навсего нужно насыпать немножко слога сюда и замер это дело супер клеем что мы сейчас и сделаем здесь смотрите внимательно Ахахаха Поехали Все, тут мое будет достаточно Итак, даем немножечко ему схватиться Вот, объясняю, зачем я Это колечко здесь оставил Смотрите, ребята, водоемы есть разные Есть с течением Есть с песочным дном Ведь тяжело поставить натяжку Если вдруг У вас попадается планктон меньше Либо снасть легкая Ее начинает сносить Вы сюда всегда сможете Прицепить грузик Вот, это единственное Для чего делается вот это кольцо Вот Я имею ввиду дополнительный грузик Аля вот чебурашку можно прицепить Можно прицепить Вот такой Который идет на 40 грамм Да, то есть вы его себе спокойненько сюда поцепили И все Вот, но главная его цель Это даже не столько До путь ожиления Как если вы попадаете на Иллистый водоем И цепляя вот этот грузик Он тонет в иле А все вот это есть сверху Вот, и вы получаете Собственно говоря То есть оптимальный эффект Грузик у вас утонул Снасть у вас лежит на иле Пылится себе И к ней подплывает Толстолоб Вот это его назначить Следующее Теперь нам Здесь нужно сделать Отверстие Для того, чтобы Можно было ее В конечном итоге Цеплять К вашей леске Для этого нам понадобится Шуруповерт Либо дрель Либо Ручное сверло В моем случае Это будет шуруповерт И так Нам нужно Две дырочки Заработать В моем случае Продолжение Заработать Продолжение 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 Ровно Порр Име дырочка номер один дырочка номер два понимаете теперь почему эпоксидка все это однородная субстанция которая не знаю что должно произойти чтобы она отсюда вылетела вот здесь у нас будет сейчас цепляться фиксатор который нам собственно говоря и поможет держать нашу снасть следующее это шнур с него мы собственно говоря и будем делать наш фиксатор и основной поводок для нашей снасти я не знаю зависимости от того какой понтон вы используете вы можете брать любые шнуры вот которые вам заблагорассудятся у меня 08 вот соответственно этого шнура с головой хватит чтобы выдержать мягко говоря не то что толстолоба но и вполне себе даже сумма следующее что мы делаем это вырезаем кусок пенопласта но тут я думаю что много объяснять не нужно что делать я просто пробил кусок пенопласта вот поставил крышечку для того чтобы он у меня получился ровненьким мы сделаем очень очень простую вещь обрисуем его маркером все вот наша форма теперь его вырежем у нас получится верхушка снасти и так ребята у нас получается вот такая вот конструкция сами знаете для чего это уже а то есть это объяснил видите для того чтобы это держалась у вас надежнее вы можете его сделать в виде узла еще одного здесь либо крепить в виде петельки да то есть вот как вариант при привязке другими словами то есть там уже будете разбираться то есть к чему я это вы можете оставить вот такой длинный поводочек для того чтобы у вас были варианты по при по привязке либо сделать петлю которая будет затягивать то есть я оставляю такой потому что я люблю привязывать вот таким путем сама завязывающийся узел вот на карабин дальше все и она держится вот ну рыбаки которые плюс-минус понимают что такое ловля толстолоба я думаю вариантов найдут здесь масса так следующее что мы сделаем у нас есть теперь куда крепить планктон есть за что привязывать насадку есть за что в случае необходимости привязать грузик теперь нам нужно еще два отверстия для того чтобы прикрепить поводки с крючками принципе я вам скажу так достаточно двух крючков один который будет сразу чуть чуть больше чем вот эта снасть на сантиметр 3 буквально один будет на сантиметров 10 что у вас было разная глубина вот для эффективности можете прицепить три крючка да то есть вас одна сторона вот если брать как бы классический компас с привязкой сюда можете один крючок сюда 2 сюда 3 тут уж как пожелаете не вас просто будут три вот так торчать на снастью да то есть это будет больше шанса на то что на какой-то из них зацепиться особенно если вода проточная и либо может подплыть там с разных сторон тут тут уже смотрите да то есть я сделаю на три уже один крючок хочу сделать на плавающую там кукурузку либо на пенопластик вот два остальных это будет классический плавающий крючок на пенопласт я делаю как я делаю один с пенопластом большим чтобы он просто всплывал второй крючок спина пластом чуть-чуть поменьше чтобы он на течение либо когда его либо подбивает очень медленно подымался вверх то бишь при малейшем как бы там даже движение плавником он по сути вот этот крючок ходит за ним это достигается при помощи небольшого грузила то есть которая в состоянии поднять крючок очень медленно скажем так тут нужен баланс и попробуйте протестируйте уверен что и подберете нужный кусочек пенопласт вот а третий крючочек я делаю тоже с пенопластом которые подымают крючок но он небольшой да то есть которая говорил как раз он будет стоять на уровне самого планктона вот для чего делается маленький крючок когда планктон начинает уже как бы ну оседать он бочонок меньше 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 становится соответственно рыба она тоже опускается ниже и вот она как раз в этот крючок если первых два не сработали должна вцепиться то есть поэтому оставляйте разного размера чтобы у вас в холостую не работала знать это как рекомендация наблюдения из практики вот поэтому я делаю три дырочки чего и вам советую вы смотрите можете вообще одну можете две вот но три это отличный вариант все поехали сверлю дырки и смотрим дальше так смотрите что у нас получается теперь 3 дырочки на крючке которые мы насквозь просверлили и сюда я прицепил к этому поводочку веревочку чуть чуть побольше и на конце у нас карабин вот такую штуку я нашел собственно это мне глобально поможет не вытачивать вот вот этого верхушку возьмем ее с этого так расчистим место приступим так какого же цвета нам ее сделать плюс минус зеленый сильно яркий давайте странно будет черного как раз твердый пенопласт то что нужно так и теперь самое веселое отрезать отвечает чтобы не отломалась так и все есть ну в нашем случае все получилось немножечко его сейчас подровняем и все так ребята давайте теперь я вам покажу плюс-минус что получилось как снасть будет себя вести берем бочонок планктона да то есть вот есть наша снасть крючки не цеплял я вам уже покажу непосредственно когда буду водоема как она себя ведет вот как будут себя вести крючки подцеплю пенопласт вы все увидите теперь одевается сюда планктон одевается сюда шапочка спина пласта и берется закрутка хорошему сюда и палочка еще влезет со свистом вот еще раз кто не понял для чего этот пенопласт когда вы снасть забрасываете в воду чтобы она у вас не вот так вот лежала вот так здесь твердая поверхность но на дно стрянет она вас будет вот так вот торчать вот и соответственно когда вы крючки поцепите получится вот следующая картина что они будут торчать вот так все вот лежит ваш поводочек да то есть на дне снасть вот так торчит крючки торчат здесь рыба приплывает и засасывает вот собственно говоря весь монтаж и так меньше кусочек пенопласта я подцепил как я говорил он мне нравится гораздо больше он занимает во первых меньше места тут уже как бы распутаем уже не суть важно сейчас вот это вот наша снасть так она будет себя вести в воде даже если при броске он у вас упал вот так до что может быть ну его можно оставить так как он есть а можно сделать проще от когда вы будете забрать забросили чуть-чуть подтянули все он у вас станет он как не валяшка работает вот и все вот и вся снасть пользуйтесь напишите у кого получилось что поймать очень будет интересно услышать потому что монтаж бомба работающий проверено не уверен что сейчас могу вам показать его результат потому что уже поздняя осень вот но кто знаком с данным монтажом либо со способом как минимум ловли со дна проверите пожалуйста отпишитесь буду очень рад обратной связи всем спасибо за внимание вы были на кого на канале баллады о рыбалке до новых встреч до нового рецепта подписывайтесь блин так ну лук марин норм норм BER い